здравствуйте дорогие слушатели и зрители сегодняшний урок будет посвящен недельным главам бахар и бахакасай наши еженедельные уроки сегодня у нас две недельные главы интересно что их не перевода словно перевод название этих глав это бахар бахар это на горе и бахакасай это закон если наблюда что славок гора сама гора это что очень материально что-то очень от мира сего гора на то она и гора скала законы это более что-то божественное и второе очень много есть одной стороны божественно натона и тора всего все время упоминается о всевышнем с другой стороны на удивление очень много втория простого жизненного начала тора вообще много интересных историй и законы тора тоже законы тора очень много законов тора посвящены еженедельной ежедневной жизни простого человека пробоков права оба коба баранах и так далее и наши дельные главы можно сказать до посредине наши недельные главы с одной стороны говорится о заповедях между человеком и болт с другой стороны когда я награду хакасай дает нам благословение всевышний обещает что те люди которые ей которые будут соблюдать законы тора они будут благословены у них будет много чего хорошего и не дай бог наоборот так там говорится когда бог обещает что-то хорошее на эти очень простые вещи говорится у вас будет много скота вас будет много огромный урожай то есть вещи кто и простые никто интересно в торе никогда напрямую не сказано о мире будущем загробная жизнь в торе несколько раз на это есть более меня такой прямой намек напрямую когда тора что-то обещают это тора говорит о простых жизненных земных наградах и наоборот когда не дай бог что-то наоборот тоже наоборот и интересно когда дело касается что-то жизненного земного простого когда люди слушают уроки и когда начинают говорить с точки зрения торы вот надо же так надо же так на дело касается религии божественно понятно что если человек хочет услышать что-то более духовным так тора это так него которую хочется почитать посмотреть но когда дело касается что-то материального особенно когда дело что-то касается богатство богатство это вспоминается фраза заметая фраза не учите меня жить и при всем уважении к этим раввинам каким хорошим книжка конечно понимает когда дело касается богатство людям кажется что если вам вас вовсанка вот как спросить как совета так не спрашивают обычно первую очередь рови и несмотря на то что тора конечно книжка хорошая то же самое отношение к торе когда дело касается богатства и денег и перед тем как я начну этот урок я хочу поделиться с вами очень интересной историей хавацхай приводит этот пример он его не приводит именно саму недельную главу он его приводит на автор интересно в авторе кстати хотя и две недельные главы автора 1 автора если посмотрите это отрывок из пророка ермиял и там интересная фраза что когда придет машеях приводится правда что когда придет машеях к тебе придут народы от краев земли то есть клалый срок народа израиля и скажут лишь ложь наследовали отцы наши то есть говорится про идола поклонников которые придут и скажут что мы от своих отцов у наследовали только ложь и когда приходит машеях наконец-то весь мир увидит всевышний его избранный народ так все народы мира скажут да мы у наследовали лишь только ложь только ложь хавацхайм говорит честно правда только обман обычно все мы знаем что когда кто-то обман хоть какая-то должна быть правда что примесь что-то тут написано только ложь и чтобы это продемонстрировать хавацхайм приводит интересный пример который на мой взгляд тоже он очень подходящий к начале этой недельной главы рассказывается что жил до был один кучер и он запряк они запряк сани там зимой это было и или телегу или сани в любом случае это была зима и очень много было снега и очень холод мороз и ему надо куда-то путешествовать и он едет-едет кони еле-еле тянут эту телегу и холодно ну понятно что простой куча когда холодно чем и греемся он выпил немножко и так вот он едет и пьет пьет и едет едет и пьет короче на пьяную голову этих коней бил бил как эти кони его завели непонятно куда они уже давно сошли с дороги непонятно куда они попали круче он полностью пьяный упал и там лежит в санях хоть конь там стоят ничего не происходит что в это время происходит другие кони другие кучеры другие телеги другие сани которые тоже должны были путешествовать в этот же день и на лос снег и они и многие из них не знали куда ехать и вдруг они видят вот смотрите слава богу не знали низкая слава богу вот дорога вот видно когда или там если сани или или колеса телеги вот хорошо по снегу и один круче он решил что слушай зачем мне переживать вот я просто буду продолжать следовать по дорожке и дай бог бы идем до городу само собой разумеется что это первый второй кучер когда он уже прошел по дороге дорога стала еще лучше и потом за ним пошел все 3 куча 4 куча короче за стороны очень смешно она выглядела то есть все они одни за другим ехали все были уверены что вот смотрите какая дорога особенно то которые сзади этого каравана вот слава богу вот вот уже моей да и подъедем городу на долеговые к сожалению не к чему они приехали они приехали они увидели как стоят кони возле них лежит нам валяется пьяный куча и сейчас никуда никуда они не приехал хотя по дороге вроде бы если все идут как человек устроен вот и вещь тут со мной еду сколько людей и вот спереди едут сани и за мной едут ну мы уверены что мы не заблудимся как говоришь то же самое то что они сказали что когда человек полностью не в том направлении едет это что произошло за дерево и был поклонниками они когда уже придет на шеях они увидят что они действительно всю свою жизнь ехали совершенно в другом направлении и к сожалению очень часто это займет у человека жизнь если ему повезет он об этом узнать раньше вот это чувство разочарования если вы не совсем повезет это может занять жизнь если совсем не повезет он может всю жизнь прожить и так и не узнать что его сами его телега я хоть всем не в том направлении и поэтому слово богатство да да есть люди которые очень богатые с нашего точки зрения очень много денег и я недалеки от ор и судя которые все соблюдают именно наш пернады разгад в них там не такие машины как казалось бы должны быть не такие дома слова богатство интересно в русском языке какое-то слово богатство первые три буквы слова богатство это бог интересно что те кто придумал русский язык уже они тогда понимают что богатство это от бога и богоугодное богатство таки на самом деле богатство другое богатство которое не богоугодное даже человек может быть на первый взгляд и кажется что он едет куда надо особенно хорошо подвыпивший как наш куча ему еще тепло и здорово но конечном итоге очень часто возможны будет разочарование поэтому когда мы сейчас читаем вот эти две отдельные главы кто когда раз тора учит как жить на свете какие будут подарки награды и так далее стоит прислушаться потому что тора которая дана бога вот тора вторые такие все секреты и важная информация действительно чтобы действительно разбогатеть по-настоящему и если присмотримся действительно когда идут эти благословения свыше не благословляет я уже помню до этого все очень материально очень такое физическое но нигде не упомянуто когда всевышний дает броку нигде не упомянуто золото и серебро очень интересно когда всевышний дает благословение вы можете посмотреть посев сбор винограда молодьба это самое животный паш пастбище нигде не написано золото и серебро очень интересно и вообще же пингис мы часто его цитировали наших уроках обращать на это внимание и выдачу интересную вещь что если человеку дадут богатство и это богатство приведет его к чему-то плохому как это не богатство если вы помните все дуре когда мы утром говорим благословение там есть благословение гомел хасадим то вим который дает хасадим хасадим это как бы подарки хэсад это что-то хорошее написано хэсад той хороший немножко тавтология хэсад это он дает нам свои дары это написано хорошие потому что иногда когда человек дает кому-то подарок мы хотим как получше иногда очень часто вы к сожалению дети получают подарки от своих родителей это не те подарки которые в жизни помогут иногда друзьям дарят вещи это те вещи не те вещи которые в жизни помогут а наоборот здесь и вышли именно хочет дать что-то хорошие и что же хорошие очень хорошо когда богатый еврей не забывает о всевышнем если богатство будет причиной что всевышним будет забыть что евреи полностью забудет о всевышнем и сразу произойдет обычно религиозно богобязный еврей не может кого-то внутрь проснется и все забыл потихоньку все больше я все больше вот мы вот ватт но и моя команда моя мой м а м и секретарь вот мы и мы больше всевышней меньше молитвы и чем больше человек верит себя тем меньше classified богатство приводит наоборот отлучения всевышний золото и серебро но натонны золото и серебро поета в наше время все рекомендуют куда надо вкладывать института сына но не теряется но не горит но не ржавеет какие бы реформы государства бы не приняла какая бы война не было куда золото серебро стоит что золото серебро комментарии много-много вековые комментарии которые были написаны хай словос говорят что на самом деле это подарок от бога что бог дал людям такую идею что все мы во всем мире у все говорят что вот золото и совета хороший металл что-то все так приняли на самом деле это замечательно для экономики и так далее но с другой стороны когда у человека если эти самые кирпичи золото нечего переживать никто мне не заберет золото в цене вряд ли вы сильно будет падать чем забывает о всевышний другой стороны когда у кого-то есть огромная пазбище и у него есть огромный виноград может быть миллионер и слава богу бог дает она растет и виноград и вино и так далее он знает что каждый год он зависит от всевышнего а вдруг будет засуха в дружу то произойдет виноградник может играть может как-то быть болезнь может что-то все зависит от бога и такое богатство вместо того чтобы мешать народно помогает ему приобщиться это богатство помогает приобщиться или приводит человека к богу если посмотрите это было почти уже полгода назад мы учили второе когда я кровину покидает свой своих родителей и якоб едет называется так недельная глава так и называется на яйцей и вышел и он по дороге все потерял и на горе это был на самом деле храмовая гора засыпает ему снится сон всевышний пришел ему во сне и всевышний обещает снилось ему всевышний с ним напрямую говорит и вот я я с тобою интересно всевышний говорит я с тобою я буду с тобой дальше написано сохраню тебя везде и за что я тебя сохраню не оставлю тебя и возвращу тебя землю то есть я кого точно точно четко все пообещали потом когда яков говорит эти вещи интересно что якоб говорится те же вещи я добавляет что я хочу пусть даст мне хлеб и одежду я как тоже говорю что если всевышний будет со мной если всевышний даст мне хлеб он себя добавил и возвращусь а то есть то же самое но добавил одну вещь хлеб и одежду он просит всевышним то есть он попросил всевышний четыре вещи с вышли кабану пообещал 3 он просто 4 вопрос почему же всевышним и не пообещал хлеб и одежду если всевышний у себя пообещався вышли он обещал что я буду с тобой на самом деле если я уже буду с тобой так что же еще на я степи благополучно поедет давал бы обычно вернешься на два его обещания и по дороге тоже все будет хорошо если я кому-то пообещал я вам гарантирую вот вы куда-то едете у вас там будет хорошо и вы даст бог вы вернете знаете космонавтом всегда говорит с счастливым возвращением на землю правильно писали что космонавту говорят что сто процентов но по дороге мы ничего не обещаем неприятно как же все вышли мог пообещать что у якова будет хлеб и одежда тоже тот же самый ответ потому что мэдэш то мэдэш я бы такое побоялся бы говорит в нашем про отца якове а мэдэш говорит что якову всевышний специально не пообещал чтобы не было все чтобы он не забывал всевышний уже если мы все пообещали переживать тебе яков ему приходилось молиться и помните всевышним кто его знает поэтому я кого не все дали тоже говорит о простом евреи 21 веке религиозно верующим которым мы все хотим быть хорошими те кто не до конца верят они хотят верить больше кто не до конца соблюдать больше соблюдать но всевышний специально не все для то что нам на очень часто задают вопрос вот мы молимся вот на хотим богатство мы хотим это почему почему иногда и не гушу это всегда завышенный специально нам не дадает нет ли потому что кашуша всевышний что не хватает специальный нам и мне дав все вышки продолжают чтобы мы от него что-то еще хотели чтобы мы еще что-то попросили рассказывать интересную историю был большой раввина и называют хаскал абрамский он прошел вместе с мире и шива они побывали когда они убежали во время второй мировой войны в шанхай и он там действительно были чудеса когда они были в шанхае вся мире и шива спаслась интересно если вы посмотрите знаменитая фотография огромная фотография в мире и шивым ученики мере и шивы шанхае это именно второй мировой так там все в рубашках потому что он была очень большая там жара было и и все так рубашка и там два или три человека в суртуке в шляпе один из них это в первом ряду там рухацкал абрамский в любом случае рассказывает что уже от был уже потом в израиле один раз у хацкал абрамский он прям сиял вообще по натуре все как большинство есть не сказать все раввины по натуре они были жизнерадостные и счастливые люди вадим просто не витам сиял и вот это спасибо что случилось что хорошего сказал знаете я через много прожил я был шанхая был должен как когда мы бежали когда вы шахали к нам приехали в израиль и мы мы женой в бедствовали у нас того не было это было и всегда когда у нас ничего не хватало и всегда я молился молился всевышний слава богу я прожил все эти страшные моменты моей жизни и потом когда уже был в арте сайл полно вечеров которая открыл и шиву он взял меня на работу и он не помещал определенную зарплату и он действительно каждый месяц каждый месяц я получал эту зарплату я чувствую чтобы я немножко поверьте мне хацкал абрамский он дай нам бог молиться как он молился и все остальное но храм снова нам рассказывал что знаете все таки когда каждый месяц получаешь зарплату подчаса по ту же немножко забываешь что надо было молиться и мне сегодня сказали что вы знаете в этом месяце зарплаты не будет к сожалению потому что веришь и жива не может собрать деньги и слава обруха шага я могу опять просить бога теперь я понимаю что большинство из нас как минимум большинство не на таком уровне который будет радоваться когда у нас нету день и вы же свой из нас не на том уровне когда вам задают вопросы вам вам дать виноградник баранов или все-таки кэш мы зуман все-таки большинство стуки возьмут деньги а не виноград но идея как мы должны смотреть на мир там мы должны смотреть на богатство как мы даже смотреть что кто богатый кто состоятельный кто счастливый немножко тора нам показывает и рассказывает как к этому когда это смотреть еще интересный момент который тоже немножко ему скажу все практики задают этот вопрос но иногда промелькнуть вопрос у человека опять-таки верующий соблюдающий но почему действительно сказать сколько есть людей в мире миллиардер и не только недалеки от то недалеки от всего чего-то хорошего и с другой стороны столько хороших людей которые тяжело им тяжело и почему так такая мысль особенно когда у кого-то есть знакомые которые более состоятельные в субботу они работают а вот я не субботу не работа у меня где же обязательства или когда люди сдох идей разные бывают и вы скажете да я понимаю что разные истории кто его знает что могло случиться и тем не менее так есть интересный менедж в нашей недельной главе это недельная глава хокасай когда всевышний обещает все эти благословения то я вам дам дожди там написано если будете поступать заповеди моими и потом в девятом посудке написано 9 предложение написано и обращусь я к вам интересное начало предложения к вам обращусь то есть я как бы оставлю то что я делал до сих пор и потом я обращусь к вам дать вам награду и интересный смотришь менедж говорит что был царь которого работало много людей и были люди которые пришли там было расплатиться и один из его слуг действительно работа не богатами когда мы годами это был очень доверенный человек и почему ты царь когда она была расплачиваться он почему-то не замечал он этому рабочему дал зарплату там узора который на него годами работал и царь обратил внимание что как бы немножко смущен то я-то думал что мне царь говори ну и ты не понимаешь я хочу сначала расплатиться по мелочам а потом к тебе пополнить и дети просто должен очень много я тебе всем обязан ты мой такой хороший слуга конечно я тебе просто я по мелочам хочу разобраться а потом конечно тебе все заплачу и поэтому всевышний говорит и потоков я обращусь к вам всевышний говорит понятно что вы будете видеть во время своей жизни когда люди которые были скажем не совсем хорошие люди неважно какой национальность это могут из нашего народа может быть другого народа и всевышним дает у них все есть всевышний по мелочам хочет с ними расплатиться есть такое правило что ни одно хорошее дело у нас говорят не страдется безнаказанным но всевышний ни одно хорошее дело не может пройти что всевышний за него не должен был как бы отплатиться заплатить всевышний написано мы часто говорим молитве он судья правосудие это само правосудие если какой-то еврей и не еврей сделал что-то в этом мире хорошее значит ему как бы всевышний должен его отблагодарить теперь бывает одна ситуация что человек по своей натуре очень плохой и на самом деле он заслужит огромное может быть наказание за все свои плохие грехи но иногда бывает что даже вы можете представить историю человечества даже самые страшные изверги это самые и страшные диктаторы всегда можно что-то найти что-то положить на что они сделали не хочу тратить время на эти глупости но даже самые самые плохие вот люди которые ассоциируются со всем негативным что-то можно найти что-то хорошее и всевышний получается им тоже в этом мире тоже что-то заплатить поэтому очень многие вот эти диктаторы они жили в таких огромных дворцах и так далее как такое может быть все просто всевышний по мелочам нужно расплатиться они потом не переживайте они свои по заслугам получат за свои грехи тоже иногда человек который заслужил действительно огромную награду который действительно всю жизнь посвятил торе он свое получит вопрос немножко попозже это может быть в будущем мире когда в будущем мире платок другой валюта духовной валюты но надо не забывать что тоже иногда когда мы видим что кому-то всевышний так много дает приводится пишу что если вдруг вам всевышний из того не с того чувствуешь все вам идет материально все вам там выглядит грин карту выиграли воду 3 выиграли вы хорошую машину нашли все так идет книг написано надо делать шубу надо раскается надо и побояться а может быть хас вы шалом не дай бог вам хочет бог отплатить все в этом мире чтобы от вас избавиться божество мои слушай говорят нас таких проблем нет ничего страшно не надо знать что не не всегда когда мы кому-то завидуем там есть чему завидовать если вы видели как говорится всю картину очень часто мы видим да мы видим хороший дом у кого-то не знаю что в этом доме происходит если мы видим всю квартиру мы бы не мы как минимум вы не завидовать наше благословение когда вот все выше говорится обращусь к вам надо помнить что иногда всевышний хочет отплатить в этом мире по мелочам и вы не хотите по мелочам и не хотите чтобы вам дали наскоро мы хотим чтобы хотим на самом деле мы мы как я вот написано мы стараемся не только за награду как минимум но даже те люди которые хотят награду не забывать что мы хотим награду получить хорошей валюте и по полной программ дальше в нашей недельной главе кстати если немножко вернуться недельной главе написан запрет рибис рибис это запрет одалживать кому-то под процент причем там из очень интересные законы некоторые вещи которые мы бы не даже не думаешь это называется какие-то проблемы с процентами само собой простые простой пример что вы не можете одолжить кому-то 500 долларов на полгода чтобы он был 550 но по простому даже если ему он очень доволен любом банке бы ему дали бы значительно больше лейт даже если вы ему помогаете даже все тем не менее евреи нельзя даже доллар даже пол долларов вы не можете никаких ничего не заработать на то чтобы одалживать он вам должен вернуть те же самые деньги даже если была инфляция там даже вопрос или он может вам говорить доброе утро или может вам сказать спасибо не тема этого урока может быть будет с божьей помощью другой урок проекта но есть запрет очень строгий запрет несколько раз повторяется не даже кому-то деньги под процент некоторые говорят что на самом деле это все связано что всевышний не хочет чтобы у нас было такое ну зарабатывание денег когда не надо было переживать точно так же как я вам сказал что всевышний хочет чтобы мы о нем не забывали поэтому золото и серебро и поэтому хочешь чтобы они помню так приводит то же самое запрет процент когда вы кому-то даете под процент соответственно вы там даете не просто так процент какого-то бандита вы уверены что он вернется у него хороший бизнес мальчик нечего переживать я вам даю я им я вот подписал контракт я ему даю он мне вернется деньги идут если вы вкладываете какую-то компанию вклад именно именно в компанию то его знаем уж компания разориться если вы купили какой-то продукт хотите его перепродать то его знать когда вы даете именно cash за cash деньги за деньги опять-таки создается ситуация когда по законам природы так можно сказать особенно в американских банках когда вы кладете деньги в банк там написано что она пинчет большей муком и написано что за все застрахованы можете не переживать даже если банк разориться сама американская сама американское государство обещает не надо переживать никто не думает о боге ну а что а вдруг кто разопретила такое про такой путь зарабатывая денег кроме всех остальных причин понятно что нехорошо некрасиво одна из причин что мы хотим второго хочется чтобы был помнили о боге надо не надо понимать как бог с вами будет обращаться как надо чтобы это соединение наше с богом всегда было дальше более практические законы когда дело опять-таки дело касается денег написано сначала начинается недельная глава бога вернемся все-таки горе и там законы шмиты законы шмиты еврейский фермер у нас прошлом году была шмита еврейский фермер должен 6 лет работы сколько ему хочет седьмой год он полностью отдыхает он то отдыхает на земля отдыхает он сам я хотел бы работать каждый из 50-й год у нас это евре есть законы если хозяйственные законы тоже сделаны все опять таки продолжение все тоже идея что если за это закон это между на самом деле человеком и богом и напоминается человек должен быть ему напомнить что все таки все это зависит от бога земля принадлежит богу поэтому седьмой год мы не работаем интересных сам совет сказал очень интересную вещь что уже кимор на самом деле говорит что когда человек что-то хочет посеять на самом деле он верит я считаю не верующий верит природу на самом деле если человек веришь верю бога он берет зернышко сейчас пшеничное зерно берет который можно было бы кушать берем себе пшеничное зерно кладет в землю она там гниет потом из него растет шуча само растет здесь это бог который все это делает здесь какой-то элемент веры в бог но мы к этому привыкли никто понятно простой простой сельскохозяйственный колхозник вы понимаете которые все таки далек от религии всевышнего к этому привык понятно что если вы посадили положили зернышки в землю а я туда еще навоза по налогу наложили навоза она будет расти чего ему не расти да как интересно с собой говорит смотрите 40 лет евреи путешествовали по пустыне и дети которые родились 40 40 это целое целое поколение они привыкли что каждое утро из пустыня каждое утро падает еда с небес папа смотри зависимости если вы большой царь дать небольшой царь дики на ком заставкой надо миллиона было идти но каждое утро проходила мана с небес суббота она не приходила никогда не знаю что есть такая вещь посеять что-то что-то вырастет по и им засыпь не точка зрения как бы за по законам природы из так можно сказать каждое утро падает с небес еда и мы это кожи точно так же как мы с вами привыкли что иногда по прогнозу погоды в дождь с небес падает вода что вы с ума сходить дождя никогда не видел да люди которые никогда не видели снега для них это как-то снег да так для них у них порядке вещей у них падла еда когда они попали дарится с рель и наверно кто-то им рассказал как это делать кинверо старе что знали и они начали вспахать и сути чудо они кладут зернышки в землю и что-то растет для них это было больше чудо чем она небесная нам с вами сам и представьте себе каждое утро вам приходит манна небесная было бы здорово круто чудеса но для них все было наоборот то есть слово чудо и наша опять-таки наш контакт со всевышним зависит от нашей привычки если человек чему-то привык так он чем больше он привыкает к этому тем меньше он думает всевышний тем меньше он чувствует чтобы это место тоже элемент чудо и наоборот чем ему и на сложнее дается тем это больше тем он больше чувствует свое свое контакт со всевышним интересно что посредине вот этих законов я вам все про всевышнего да про всевышнего до 7 год 50 год ашем иду посредине там закон что нет нельзя обманывать то есть это начало начало горы главы и главы горы сина и ду посредине написано что запрет запрет не обманывать так и больше больше не говорит очень просто потому что если человек не имеет не может себя контролировать по отношению между людьми то есть если чек нет не может кого-то обмануть из кого-то когда мы говорим обманывать не то смысле что прямо на прямую украсть а правда например за большую цену там что-то добавить да если там например вспоминается история мне кто рассказывал были в магазине в русском опять-таки не потому что это русские или не русские это в америке произошло русскоговорящий был хозяин магазина и русскоговорящий хозяин не понял что люди которые пришли в магазин понимают по-русски и хозяин магазина там говорит что вот надо бананчики надо в холодильнике положить подождать они потом становятся значительно тяжелее но когда ты их продаешь оно завешивает больше все честно слушайте вот покупайте бананы вот оно завешивает столько все вроде бы честно так это называется обман да как ты так это с точки зрения тора то что тора запрещает все эти виды обмана там жульничество и так далее и почему же этот запрет так затем как бутерброд всунули между законами между человеком и всевышним что мы верим бога верим бога потому что битры больше пачки если у вас недостаточно веры в бога чтобы вам бог не может дать деньги без этого обмана так не будет закона между человеком богом тоже человек который полностью действительно веришь на свете у них то никого не обманем никого никого не будет жульничать когда даже даже когда подрядки большинство людей интеллигентных людей кранки обманывать тоже не будут так специально знаете там что завершивать учеб не заметил так и так хотел это был подарок начинается серая-серая полоса то есть непонятно что где когда будет часто в глубине души будут начинается в сукс и сколько всяких хороших идей почему это можно и все так делать ты че тоже сейчас индасты и если действительно верю в бога что вся моя парноса все мое богатство и состояние это от бога и в роша шана без наша броша шана нам всевышний раз планом на год нам будет сколько у нас будет день сколько у нас будет потерянный день зачем мне эти деньги брать чем не думать может быть можно может быть нельзя никто и гаши если уже получил может если все всевышнего наверно всевышний выдавал мне эти деньги по-хорошему у этого очень интересный один из комментариев говорит что написано бойся бога так приводится почему бойся бога потому что написано что если кто-то дабман например кто-то взял и да кого-то обманул и он заработал 100 долларов нечестным путем просто заработал и что получается поскольку он бюджет не может обмануть есть бюджет он жена было написано что он в этот год должен заработать 10 тысяч так вот и 100 долларов он получается заработал нечаянно 10 тысяч и 100 долларов здесь всевышний должен теперь как-то чтобы эти 100 долларов потратил ему придется там в него может машина врежется если по-хорошему может он поскользнуться может он задеть что-то поможет что-то разбить и бойся бога там приводится элаким это как бы суд так приводится что мало того что эти деньги чек не заработает но войне некрасиво мы как подталкиваем всевышний что всевышний нас должен наказать все все у кого есть дети знают что как бы эти деньги нет дети не хулиганили иногда надо их наказывать но родителям неприятно не хочется их наказать правильно действительно было бы лучше же дети бы не хулиганили не наказывать и поэтому когда кто-то вот это нечестно заработал 100 долларов где-то как-то заработал теперь всевышний должен у него это забрать как бойся бога потому что всевышний это не хочется это делать но каждый каждый договор мы же почти если у человека не хватает веры в бога что 100 долларов от всевышнего когда дело касается мидс между человеком и всевышним кто же так если недостаточная вера кому же кому же ты в кому же ты молишься еще очень много много насчет именно денежных денежно когда люди деньги это то что мы видим иногда очень тяжело конечно все на слова конечно все здорово и хорошо как дело действительно касается день когда я вижу что вот я могу заработать когда вижу что другие люди у меня прям из-под носа что-то забираю особенно когда у людей когда людей бизнес простой это stumble когда человек например магазин вот он виде чтобы открылся через дорогу через дорогу открывается такой же магазин как у него и вот увидишься тебе покупателя которые шли к нему идут теперь туда инем там реальный вид какой-нибудь мой спать мозга собрать ей теперь есть законы надо не Virgin Lit действительно законных шуканных приводится что есть определенные законные когда действительно нельзя открывать иногда магазин прямо возле другого магазина есть определенный в тамуде и в шоханорове есть на законы если человек действительно чувствует что кто-то у него забирает деньги которые легально логически поторе ему принадлежат он может обратиться к равину посоветоваться если не скажу что он прав он посоветует кой суд может обратиться может они скажут что не про кожу до места иногда разные ситуации бывают не каждый не каждый часто бывает что два человека в раввинский суд потому что каждый думает что он прав когда они покидают суд лучшем случае один выиграл другой проиграл не оба недовольны но если люди идут в суд чтобы узнать что всевышний хочет но часто люди не понимают не видят и плохое настроение вот у меня забрали там забрали здесь у меня там меня обманули здесь меня обманули там я не заработал есть очень замечательный пример его приводит знаменитый дубномаги дубномаги который знаменит своими примерами попробуй пример когда было много слепых облацена группа слепых у них был свой кабы главарь тоже был слепой и они все вместе они там вместе держались вместе работали на все они к сожалению все были слепы и вот в один прекрасный день они там сидят разговаривают приходит кто-то с улицы и говорит одному из этих слепых слушай ты василий вот тебе тысячу долларов и раздали всех вот там на то вас они за скобода 5 человек вот это еще раздали всем раздай и рчак ушел проблем в то что ничего не дал он был заприколист никаких денег не было он пришел и сделал вид он сказал тому слепом вот тебе ничего не положил и ушел но все же слышали они конечно слепые но мы знаем что не про кого бы сказано слепая . слышит и они пришли все приходы подходят к этому другу общему и говорят слушай василий ну давай делиться мне ничего не дали ничего не дали мы тес мы же слышали что-то глупости говоришь и может не дай может кому-то другому дай может перепутали и начинается один слово за словом они рассердились началась драка один другому в нос другой и этот человек то есть это сделать со стороны смотри смеется гагатая что произошло каждый из этих слепых думал что мои деньги находятся у него у моего друга и он не их не берет не отдает он их у меня украл а в реальной жизни все наоборот у него их нету авторит они не твои рассказы я когда-то же вам рассказывать историю шла и шелом рубашки расшел рубашкин он в тюрьме просидел восемь лет там я сам образом его выпустили суме сейчас живет недалеко от лейквы не так давно его видео пришел рубашка когда он был в тюрьме ему очень многие люди писали письма поддержки мой старший сын ему до когда он был в школе там как бы весь класс кого писал на письмо поддержку и так далее и в тюрьме не знаю как часто это происходило в этом раз неделю я не знаю раздавали письма иначе все самые заключенные выстраивались и коменданты не знаю раздавал на что он говорит там смит вот тебе письмо вот это самое иванов вот я такое письмо да и раздавал письма еще получаешь поскольку большинство писем приходила ну башка рубашка получал там каждую неделю сотни писем а простой заключенный там раз месяц что-то получал что что происходило рубашка 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 там смысл ваш к бабушкам там самый трамп и так далее вдруг один раз один человек не будем вдаваться в его кто он был далек от нас как он туда оказался и он начал кричать ах ты рубашки ты нас все нас обворовал ты наши все письма позабирал на английском это звучит звучало значительно лучше красивее здорово и начал кричать успокоили все хорошо и потом и они помнили или сам рубашкин ему лично сказал по-моему сам лично сказал во первых что у тебя их забрал вот это письмо рубашки я тебя не забрал не не твои но кроме этого что был бы если ты вы получил вот это вот ты хочешь вот пожалуйста вот это письмо она написана и дыши она написана не тебе что-то чтобы ты с него имею очень часто когда мы видим своими не про нас не про вас будет сказано глупыми глазами что вот у меня вот он забрал он то забрал во первых то скажу тебя это забрали в треки сети даже это были откуда ты знаешь что это за деньги к мужу упомянули минуту до этого пару до этого те деньги которые кто-то берет не честно не страшно подумать куда потом эти деньги пойдут ни в коем случае никому это желать такой тоже есть подход когда вы чувствуете что вас тут их забрали деньги вот вам на лекарства вот пожалуйста чтоб ни в коем случае никогда 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 не за никого проклинать уже есть другое правило что тот-то проклинает будет проклят поэтому никто не хочет себе это проклятие я должен помнить что никогда не мы не знаем вот те деньги которые мы думаем что у нас забрали во первых мы не знаем кто сказал что это наши деньги то скажу назад забрали то скажу этому человеку она пойдет куда она пойдет человек никогда не знает когда должен помнить что богатство это от слова все-таки бог бог дает это и и надо молиться богу бог специально так когда она благословляют нашей недельной главе не благословили нас не золото не серебро на благословили на вещи которые портятся чтобы мы дополнили от бога о боге якова вину даже тоже ему не пообещали все потому что даже яковину наш братец яков должен был помнить по всевышним то разопретила брать процента чтобы мы не забываем что есть всевышний замечательный пример что когда иногда человек может всю жизнь прожить ехать 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 потом он поймет что он ехал совсем не в том направлении это страшно человек счастливы те которые даже когда они уже не в молодом возрасте когда они начинают понимать что их не их не сани едут не туда куда надо у них достаточно сил развернуться и поехать как каком возрасте не были поехать правильном направлении и человек когда дело касается денег надо помнить что если человек действительно верующий богобоязненный и я надеюсь и желаю что все действительно все евреи пришли к этому уровню но богобоязненность должна быть не только между человеком и богом она должна быть и между нами и людьми если человек боится бога то все это должно быть и между нами и земных в земных как бы вещах и буквально я не мог просто не не упомянуть наш урок дается за день до ладба оймера я не просто не ничего нет не сказал слава локи потому что большинство сушки и зрители смотрят его же после лабора но я хотел до упомянуть что главное действующее отбор баймера обшим барихай прожил 13 лет пещере без ничего страшно потом были волдыри на 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 коже потому что он был песке страшно он написано что он за своим сыном учил тору мы поэтому мы получили все все это богатство все это тору зор каббала и так далее посмотрите насколько они сияли насколько они были счастливы после того как они вышли из пещеры его тесто плакал когда он видел его тело он плакал его слезы падали и он говорит как страшно как я тебя вижу что я ему сказал что счастлив я что ты меня так видишь то есть счастье понятно что мы не готовы пойти 12 лет пещеру нам значительно лучше локбоймер отметить по порадоваться из лука пострелять через огонь попрыгать но идея все та же самая я желаю чтобы у нас было стоящее богатство чтобы все благословения которые которые написаны каждый из нас получил что у нас был хороший локбоймер и чтобы мы встречались только по хорошим поводам спасибо за внимание и до скорого среда всего хорошего